Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Катунь24 в студии Гурматаев. Итоги этого дня подведем вместе. В начале выпуска о главном. Вечно зеленая проблема. Изумрудный парк обещают сохранить. Об этом заявили на круглом столе. На повестке дня решение юридических вопросов. Далее, как сегодня мы с главой города разговаривали, наше мнение все-таки, что скорее всего будет создана структура городская. Это наподобие как парк центральный, который будет ухаживать за парком, следить за его территорией, выбирать. Истребить старинные здания хотят в Барнауле, уверены общественники. Сегодня начали демонтировать дом купца Михайлова. Удастся ли сохранить объект? Короли восточных единоборств. Алтайские спортсмены вернулись домой с первенства страны и провели открытую тренировку. Кто получил по носу на соревнованиях и как выступили спортсмены? И лучше, как бы, те спортсмены, на которых рассчитывали, где-то чуть-чуть не хватило. Ну, по сути, результат на 70% довольный. Администрации Барнаула пообещали в ближайшее время представить общественности проект планировки парка «Изумрудный». Сегодня общественники и представители власти на круглом столе обсудили состояние зеленого каркаса Барнаула. Круглый стол был посвящен проблемам сохранения парков, городских лесов и скверов Барнаула. Проблема актуальна. Город теряет их, начиная с 90-х годов. Многие парковые зоны остались только на старых картах и фотографиях. Площади городских парков и скверов продолжают сокращаться из-за варварской застройки. Отправной точкой обсуждения стала история парка «Изумрудный». Сегодня вот эта ситуация, она застала общественность объединиться. Сегодня есть целая инициативная группа, которая намерена не просто выступать в поддержку парка, намерена своими руками возрождать парк. И сегодня тоже будет об этом говориться, что есть сотни барнаульцев, которые хотят прийти и на субботник к возрождению парка. Напомню, арендатора парка «Изумрудный» обвиняют в незаконной рубке 560 деревьев. Прокуратура передала уголовное дело в суд. По мнению надзорного органа, ущерб составил более 15 миллионов рублей. Общественники считают, что необходимо уходить от порочной практики сдачи городских парков в коммерческую аренду. По их мнению, парки должны принадлежать городу, а работать там могут только малые частные предприятия. Проблему создает тот факт, что участок под парком относится к землям, собственность на которые не разграничена. Земля не принадлежит ни краю, ни городу. Тем не менее, сейчас ей распоряжается Алтай-Краеимущество. Позиция краевой власти благоустройством парка и организации отдыха горожан должна заниматься администрация города. Мэрия Барнаула с этим согласна. После урегулирования юридических вопросов территория «Изумрудного» будет сохранена как парк. Недалее, как сегодня мы с главой города разговаривали, наше мнение все-таки, что скорее всего будет создана структура городская, это наподобие как парк центральный, который будет ухаживать за парком, следить за его территорией, выбирать и так далее. То есть мы понимаем на сегодняшний день, что любой инвестор, какой бы туда ни зашел, он должен чем-то зарабатывать, а это значит что-то строить. Это, на наш взгляд, неприемлемо. По словам Сергея Демина, городские власти попросили известного архитектора Петра Анисифорова разработать проект планировки парка «Изумрудный» с учетом пожеланий общественности. Как только он будет готов, план возрождения парка обещают вынести на всеобщее обсуждение. Владимир Токмаков, Сергей Сидых, новости. Дом купца Михайлова начали демонтировать, об этом нам сообщили общественники. Напомню, сооружение недавно перешло в собственность краевой прокуратуры. Теперь ведомстве решили построить на этом месте новое восьмиэтажное здание. Дом купца Михайлова расположен в исторической части центра города, которая почти полностью застроена новыми объектами. Здание было построено в начале 20 века. Состоит из двухэтажного строения каменного флигеля. Как объяснил историк Данил Дегтярев, усадьба по-своему уникальна. Каменных домов с деревянной резьбой в городе больше не сохранилось. У объекта нет статуса памятника культурного наследия, поэтому ничего не мешает его снести. По словам общественников, сейчас идет демонтаж крыши, оконных блоков и деревянных элементов. Они намерены остаивать здание до конца. Планируем в экстренном режиме передать в управление по охране объектов культурного наследия. Алтай охрана культуры нам уже отвечала, что объект исключен из списков был в 2006 году, но мы произвели фотофиксацию зданий на тот момент, когда они еще были целые. Данил Сергеевич Дегтярев, кандидат исторических наук, составил справку. Мы планируем уже завтра передать пакет документов в управление по охране культурного наследия Алтайского края. Когда время идет не на пользу. В нашу редакцию обратили жители дома по улице Малахова в Барнауле. Городская администрация еще два года назад признала их жилье аварийным. Из-за этого статуса управляющая компания отказывается делать там ремонт, хотя состояние здания плачевное. Но и сносить дом никто не торопится. Ситуацией разбирался Ваним Слюсарев. Этого дома не должно быть. Здание на Малахова, 37, построено в конце 50-х годов. Жить в нем невозможно. Фасады обрушиваются, есть проблемы с отоплением. Три года назад администрация Барнаула признала дом аварийным. Как говорится в документах, здание подлежит сносу. Была даже назначена конкретная дата. 7 декабря 2017 года. Но дом все еще стоит. Мы собирали собственную комиссию, скидывались жильтами дома финансовыми средствами, делали независимую экспертизу дома, которая признала, опять же, дом в аварийном состоянии. Отправлялись эти документы в администрацию Барнаула, в администрацию Октябрьского района. Никто так же, толком нам, никто ничего не смог сказать. Никаких ответов дать на это не смогли. Одну из стен здания уже давно повелось. Здесь образалась вот такая вот выпуклость со множеством щелей. Жители этой квартиры заделают их всеми возможными способами. Монтажной пеной и даже ватой. Но с каждым днем щели только увеличиваются. Внутри дома картина не намного лучше. В квартирах плесень, стены трескаются. Собственники много раз обращались в управляющую компанию «Старый Барнаул» с просьбой сделать хотя бы ремонт. Но там отвечали, смысла тратить на это деньги нет, раз дом подлежит сносу. Проводка у нас, ну, по квартирам не знаю. То есть, допустим, вот в нашей квартире мы меняли лет, наверное, 12 или 13 назад. И то почему-то вот у меня даже не везде. Вот, допустим, здесь в комнате у меня свет перестал гореть спустя несколько лет. То есть, не знаю, причину так и не установил. Хотя провода здесь относительно новые. Проблемы есть и в подвале. Канализационные трубы прохудились. Все стоки льются прямо на пол. Мы обратились в администрацию Барнаула с вопросом, когда же дом на Малахово снесут, а жильцов расселят. К сожалению, бюджет города ограничен и невозможно уложиться в сроки переселить дом. Но хочется отметить, что в федеральный закон 185-й внесены изменения и по реализации этого закона включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. При формировании федеральной программы этот дом будет включен в программу и будет расселен. Появились новые сроки. Дом на Малахово снесут до 2025 года. Однако, как нам пояснили в администрации, до этого времени жильцы могут арендовать себе жилье. Причем оплатить съемную квартиру должны органы местного самоуправления. Если семья занимает двухкомнатную квартиру, то она вправе рассчитывать на выплату в 12 тысяч рублей. 5% суммы придется заплатить самим остальной администрация города. Правда, некоторые семьи, где по 2-3 ребенка, сомневаются, что смогут найти достойное жилье за эти деньги. И остаются жить пусть и в ветхом, но родном жилье. Вадим Слюсарев, Михаил Лефуншан. Новости. На подъезде к Барнаулу перевернулся и улетел в Кювет большегруз. Есть пострадавший, это водитель 1988 года рождения. ЭТП произошло по новому мосту на улице Правый берег пруда. По информации очевидцев, прежде чем слететь в Кювет, большегруз несколько метров проехал по ограждению. Кроме водителя в кабине больше никого не было. В 15 часов водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Мерседес, двигаясь по правобережному тракту, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие, ограждение, затем съезд в Кювет. В результате водитель получил травмы, доставлен в городскую больницу номер один. Диагноз устанавливается. Оформила микрозаем, а в итоге едва не лишилась работы. Жизница Барнаула взяла деньги в долг, чтобы помочь родственникам. Однако вовремя погасить заем не получилось. Тогда женщина столкнулась с коллекторами, которые вели игру без правил. Продолжение истории расскажет Евгения Князева. Она скрывает свое лицо, попросила не называть фамилию и место работы. Настолько сильно Марина теперь боится публичности. А все потому, что уже однажды поплатилась за распространение информации о себе. Год назад женщина взяла микрозаем в 10 тысяч рублей, чтобы помочь родственнице. Просрочила выплату на месяц. В итоге ценой за это послужила репутация Марины на новом рабочем месте. Был рабочий день, я находилась на работе. Но я отъехала по делам фирмы. Возвращаясь, меня вызывает директор нашей фирмы и говорит, Марик, что за дела? Тут приходили двойные мужчины с какой-то коллекторской организации. Я, честно говоря, человек, вы же знаете, не помню, я так разволновалась. Сказали, что у тебя долг. Назвали ему в какой организации. Я брала сколько, я брала сколько, я должна. Уже на следующий день после инцидента Марина обратилась за помощью в службу судебных приставов. Там пообещали разобраться в ситуации. Кстати, по словам специалистов, подобный случай не редкость. В год с подобными жалобами к сотрудникам службы обращаются до 40 человек. В связи с нарушением закона в отношении этой коллекторской организации был составлен протокол об административном правонарушении по статье 1457 Кодекса об административных правонарушениях и арбитражерным судом в отношении коллекторской организации было вынесено наказание административное в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В случае Марины дело закончилось благополучно. Она своевременно обратилась за помощью к судебным приставам. Однако специалисты уверяют, это скорее исключение из правил. Часто бывает так, что люди просто не знают, как себя вести, когда им угрожают коллекторы. Поэтому стоит еще раз вспомнить пару бесхитростых правил. В подобных ситуациях важно внимательно относиться к финансовым документам и сохранять свои экземпляры, подписанных при оформлении заема бумаг. Всегда уточняйте фамилию, имя, отчество звонящего, а также его должность, полное наименование и адрес организации, которую он представляет. Если кредитор грубит или угрожает, включайте камеру или диктофон. Возможно, следуя этим инструкциям, вы сохраните свою репутацию, но важно еще и не забывать, что нужно своевременно выплачивать свои долги. Евгения Князева, Анатолий Фукс, Новости. За свои долги нужно платить. Операция «Должник» проходит в эти дни в крае. Сотрудники ГИБДД, службы судебных приставов и компании «Алтайэнергосбыт» ищут неплательщиков. Как им это удается? Расскажем далее. Этот водитель ПДД не нарушал, однако повод для его остановки – весомый. Неоплаченные за должности по исполнительному листу. ГИБДД, судебные приставы и сотрудники «Алтайэнергосбыта» выявляют должников с помощью специального оборудования в мобильной станции. Оно сканирует номер автомобиля и, если за владельцем авто числится долг, передают информацию инспектору. Затем остановка и проверка. В случае, если потребитель не оплатил долг на месте, судебные приставы незамедлительно приступают к аресту и описи транспортного средства и нового имущества. Так что кому-то из должников сегодня придется уйти домой пешком. Для эффективности мобильные бригады находятся на разных автомагистралях. Затем оперативно меняют свое местоположение. Водитель этого «Ниссана» явно не ожидал остановки. Еще большее удивление вызвало причина. Буквально за пару минут база ГИБДД по номеру автомобиля выдала информацию о том, что у владельца авто имеются долги почти на 14 тысяч рублей. Самого должника за рулем не оказалось, но с ним удалось связаться по телефону. «Это вы должны знать свои долги и налоги. Я вам еще раз повторяю, я арестовываю ваш автомобиль и зимаю его. Если вы не оплатите, не приедете сейчас же». А затем составляется акт описи автомобиля. Методы борьбы с неплательщиками не ограничиваются подобными рейдами. «Алтайнергосбыт» устраивает подомовые и поквартирные обходы. В прошлом году компании предъявлено исковых заявлений к физлицам на сумму более 55 миллионов рублей. Практически во всех случаях суд встал на сторону энергетиков. «Если долг вовремя не погашен, мы имеем право ограничить электроэнергию. Сегодня наше обращение в суд осматривается в ускоренном приказном порядке, без должника и в пятидневный срок. Если исполнительный лист добровольно не оплачен, судебные приставы могут наложить арест на имущество, банковские счета и ограничить выезд за рубеж. Наша организация может передавать информацию должнике Бюро кредитных историй, что должнейшим может повлиять на выдачу кредита должников». Избежать такого наказания можно легко. Достаточно вовремя оплатить счета. Тогда дом будет с электричеством и машина останется в гараже. Вадим Слюсарев, новости. Продолжается конкурс «Учитель года Алтая-2019». Сегодня участники проходят очередное испытание. Это открытый урок. Напомним, что всего в конкурсе участвуют 24 педагога со всего Алтайского края. Испытание проходит в Барнавульской гимназии номер 42. Одна из конкурсанток – Надежда Степанова из Пруцкой школы Павловского района. Учитель русского языка и литературы провела занятия по творчеству поэта Сергея Есенина. Отмечу, дети, с которыми занимается педагог, впервые видят учителя. Но на открытом уроке, по мнению Надежды Степановой, все прошло хорошо. На занятии присутствовали члены жюри. Они оценивали общую юридицию педагога, знание учебного предмета и отношение преподавателя к ученикам. Делегация алтайских волонтеров вернулась с 29-й на зимние универсиады. Сегодня ребята поделились впечатлениями и рассказали о своих дальнейших планах. Всего на универсиаду было отобрано 5000 волонтеров из более чем 50 стран. Из них 13 – это наши ребята, студенты алтайских вузов и работающая молодежь края. За 11 дней они помогали с работой в информационном центре, на точке допинг-контроля, а кому-то выпало стать добровольцем на трибунах, и даже волонтерам неотложной медицинской помощи. Досуг тоже был интересным. Для гостей проводили экскурсии по городу, они посещали различные культурные мероприятия, организованные для гостей зимние всемирные универсиады. Но самыми интересными, конечно, стали сами соревнования и атмосфера спортивного праздника, а также новые знакомства. У нас непосредственно в команде волонтеров нашей функции было очень много иностранных волонтеров. Мы, ну, нам удалось и английский потянуть, потому что многие совсем его, ну, то есть русский не знали. Им удалось непосредственно русский потянуть хоть немного. Были ребята из Ганы, из Бангладеша у нас был один волонтер. Сборная Алтайского края по восточным единоборствам в дисциплине «Ситакан» вернулась с первенства России с наградами. Сегодня бойцы провели открытую тренировку. С победителями и призерами прошедшего первенства пообщался Владислав Кириенко. Получается, сейчас двигаемся лицом сюда и почему под каунду развалчиваемся, в яркую сумку входим. Кто сюда, кто сюда, решайте сами. Двухчасовые тренировки в режиме нон-стоп, постоянные спарринги и отработки приемов – это рецепт успеха от тренера Константина Цыганкова. Под его руководством готовятся 14 лучших бойцов из Барнаула, Бийска и Заринска в дисциплине «Ситакан». Это один из основных стилей японского каратэ, который родился на Окинаве. Алтайская школа признана лучшей в Сибири и одной из ведущих в России. Очередным доказательством стал всероссийский турнир в Щелково Московской области, который прошел неделю назад. Участники – тысяча спортсменов из 40 регионов России. Эти соревнования – этап отбора на чемпионат Европы и первенство мира. Медальный улов алтайского края оказался солидный – золото и три бронза. Еще пять человек остановились в шаге от полуфинала. Могли лучше, как бы те спортсмены, на которых рассчитывали, где-то чуть-чуть не хватило. Но по сути результат на 70% доволен. Две медали из четырех на турнире завоевала Инесса Цыганкова. Она взяла бронзу и золото. Финальный бой был не просто за медаль, а еще за право сохранить место в сборной страны. Первое место Инессе пришлось добывать потом и кровью. В прямом смысле. В финальном поединке с московской спортсменкой, чемпионкой Европы прошлого года, Инессе досталось по носу. Перелома не было, но крови, по словам тренера, сдали много и с трудом отстирали кимоно. Это была моя подруга. Это был поэтому еще сложный бой. Мы еще ни разу не встречались на татами. Было просто интересно, как мы сработаем. Но она очень извинялась передо мной. Потом весь день за мной ходила и извинялась. Это было просто на эмоциях. Это у каждого бывает. Теперь Инессе Цыганкову ждут международные старты. Она будет представлять нашу страну на майском первенстве Европы в Чехии и чемпионате мира в Португалии. Он пройдет в сентябре. А другой призер первенства России Иван Ишимов остается кандидатом в сборную команды страны. Владислав Кириенко, Сергей Сидых. Новости. Это были все новости на сегодня. Не забывайте про наш сайт katun24.ru и группу телеканалов в социальных сетях. Именно там вы сможете найти актуальные новости Алтайского края. Я желаю вам хорошего вечера. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире.